Всем проэт. Я Артур. И я вот недавно задумывался. У каждого нормального блогера есть история из жизни. И я думала, раз у меня нет, значит, не нормальный блогер. Но у меня недавно появилась одна история, которую я хочу рассказать вам. Это история про наглых и обидчивых детей. Короче, недавно у моего брата был день рождения. И мы пошли к нему. У него там есть PlayStation 3, еще у него много чего есть. Короче, мы там тусили. И потом мы решили зарубиться в плойку. Сначала мы не могли ее включить, но это не важно. Короче, дело в том, что я его постоянно выигрывал. У него там есть три игры, в которые мы играли. Mortal Kombat, Mortal Kombat против DC и Injustice. Если знаете эти игры, ставьте лайк. Ну, короче, мы в них играли, и я его постоянно выигрывал. И он обиделся. И он, короче, ушел со словами, У меня день рождения, и меня выигрывают. А вот теперь, Артем, Если ты смотришь это видео, то ответь мне. Если ты хочешь выигрывать меня в этих Injustice и Mortal Kombat, то какого черта ты играешь в свою GTA 5? Играя в GTA 5, ты не научишься играть в Mortal Kombat и Injustice. Чтобы вы понимали, я ни в эту, ни в одну из этих трех игр, точнее, во все эти три игры не играл уже сто лет. Но при этом я знаю, что в каждой игре есть комбинация назад-вперед-квадрат, например. И пусть он, пусть, Артем, вот если ты это смотришь, то хотя бы выучить эту комбинацию назад-вперед-квадрат, и у тебя будет хотя бы уже один прием, чтобы ты меня выиграл. То есть хотя бы на чуть-чуть, но твои шансы уже, уже у тебя шансы вырастут меня победить. И, короче, он ушел, и поэтому мы с моим младшим братом играли вдвоем. Это как раз-таки тот младший брат, который недавно пошел в школу. Ну, короче, этот Артем ушел, потому что обиделся, и мы с Артемом играли... ой, с Самойлем играли вдвоем. Потом он тоже перехотел играть, и я играл уже один, потому что, ну, никто не был против. Вы были бы против, я бы не играл. Но нет. Артем подходит и вырубает приставку из розетки. Я просто в шоке немного. Я просто был в шоке, так сказать. А еще, мало того, что он вырубил мне приставку. Если кто не знает, то если приставку не выключить и вырубить ее из розетки, то она может испортиться. А ему было пофиг, но он решил просто не выключая, вырубить ее из розетки. Но на этом он не остановился. Он начал обзывать меня и моего младшего брата Самуэля. Он, короче, говорит постоянно, закройте свои яблоко резки и все такое. А я им говорю, я им постоянно говорю то ли, что, типа, мы не обязаны, или, говорю, закроем тут только после тебя. И, короче, на этой позитивной ноте мы ушли. Вот так вот. Вот такие вот бывают обидчивые дети. Никому не желаю, чтобы у вас были такие братья и сестры. Ну, а с вами был Артур и все маривидерчи.